По поводу все-таки встречи партнера. Давайте так, вы в первую очередь должны посмотреть на себя глазами партнера. Вы увлеклись бы такой женщиной? Вам интересно было бы с ней проводить время? Что вас прельщает? Обязательно посмотрите на себя глазами партнера. Что вы готовы действительно этому партнеру дать? И вот еще такой интересный нюанс. Я часто наблюдаю и на консультациях, ну и вообще в информационном поле, что женщина все время говорит, он должен быть таким, 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 таким. Он должен защищать, он должен мне дать, он должен держать слово. А что должны вы? Вот поймите, принцип резонанса такой. Если вы не должны, то и вам не должны. А если должны вы, тогда вам должны. То есть все очень просто. Но человек как бы говорит, я девочка, я хочу быть слабой. А слабость притягивает силу, но не ту силу добрую, а силу гиперболизированную, то есть преувеличенную. То есть, соответственно, это будет доминанта. Поэтому всегда слабую женщину будут давить. Будет некое насилие, не обязательно физическое, оно будет моральное, будет финансовое. То есть будет некая сдавленность. Потому что, смотрите, когда мы взяли пример «Звезда» и «Фанат», то вы не захотите себе партнера, который не соответствует вам. То есть если вы что-то достигли, если вы из себя что-то представляете, ну, например, вы приехали с какого-то симпозиума, вы приехали с какого-то семинара, у вас очень все хорошо прошло, вы куча цветов, куча отзывов, вы довольны, вы реализованы, у вас берут интервью, вас приглашают на телевидение. И вдруг подходит какой-то фанат, говорит, я вас так люблю, я так люблю, хочу быть с вами. Вам не интересен этот человек. Для вас это будет как бы ниже уровня. То есть вы не будете чувствовать никакого резонанса, никакого отклика. Вы захотите себе равного. Поэтому, когда девушка, вот этот заезженный синдром Синдерелла, по-английски, да, или по-русски «Золушки», в том, что вот она «Золушка», и она встретит принца. Ничем хорошим это не закончится. Кстати, вот такой пример вы можете сейчас обнаружить в Англии, когда вот эта Меган Маркл, которая актриса, да, Мулатка, она вышла замуж за Харри. То есть конфликт. Они отказываются от своих королевских там титулов и так далее, потому что она не уживается, эти отношения неприемлемы. То есть это не так все просто. На самом деле нужно очень внимательно посмотреть за информацией, даже если вы хотите на нее полагаться, действительно ли там так хорошо живут. Люди во дворце, ведь там есть свой этикет, свой протокол, свои интриги. И представьте себе, когда приезжает, например, девушка откуда-то и выходит замуж за принца, настоящего принца, да, ну или вот, допустим, человека королевских кровей. Да ведь смотрите, он там свой, у него родня, у него там детство, вся атмосфера – это его. Она чужак. Любая ссора с ним, и никого не будет на ее стороне. Редактор субтитров А.Семкин